21 апреля на новом стадионе Волгоград-арена. Состоится первый тестовый матч между Волгоградским ротором и командой из Владивостока «Луча энергия». Начнется он в 5 часов вечера, однако приходить в стадион можно уже в 2 часа дня. В этот день меняется транспортная схема в районе стадиона. О ней мы уже рассказывали. Как будет работать общественный транспорт и где будут расположены парковки для личных машин, можно посмотреть на сайте нашего телеканала. Также для болельщиков предусмотрена большая развлекательная программа. Возле стадиона Волгоград-арена развернутся ряды и ярмарки местных народных умельцев. Первый из выставок состоится уже в день тестового матча. Далее свои поделки мастера ручного промысла представят во время Игр Чемпионата мира по футболу 2018. Все торговые места представлены администрацией области бесплатно. Главная задача – возможность продемонстрировать свои таланты большому количеству людей. Как проходит подготовка к этому событию, расскажем далее. Ольга Витальевна уже много лет занимается лоскутным шитьем. Раньше это было хобби, а теперь жизни не смыслю без этого, рассказывает женщина. Мягкие игрушки, мягкая азбука и даже мягкий дом – все это сделано руками мастерицы. На каждую работу уходит как минимум несколько недель, а то и месяцев. Придумать образ, после перенести его на бумагу, а потом на ткань. Нехитрый на первый взгляд процесс, который превращает обычный материал в произведение искусства. Понимаете-ка, в каждой работе у меня получается, остается частичка моей души, потому что это выстрадано, и работы все, ну это индивидуальные. Поэтому хочется, конечно, нашить побольше интересных работ и представить на суд болельщиков, зрителей, которые будут здесь, в городе Волгограде. Образ мой – это стилизованный русский костюм, стилизованный, конечно. И я считаю, что мастер, если он таковым является, и если работает в этой технике, то он должен соответствовать и сам. Поэтому в костюмах я всегда бываю на всех выставках, на всех мероприятиях. Представит Волгоградскую область на ярмарке мастеров и Олег Кожин. Свои изделия он собирает из местного камыша. За много лет работы мужчина придумал уникальную авторскую технику, которая позволяет из такого капризного материала делать удивительные поделки. Камыш из Волгоградской поймы он сочетает с деревом, а как итог из подруги мастера появляются и традиционные русские колодцы, и избушки, и церкви. Я много очень книг читал. Потом мне нравилась очень вот эта архитектура, русская архитектура. Именно, ну ничего нет красивее, мне кажется, чем деревянное наше зодчество, храмы. Это чудо какое-то. Я вот еще мальчишка, я мечтал что-то сделать такое. Это мечта. Но эта мечта отдалась большим трудом, но что-то хоть я, что-то я хотя бы в этой жизни сумел сделать. Свои работы мастера представят уже во время первого тестового матча на Волгоград-арене. В этот раз всего 15 умельцев займут торговые ряды у стадиона. К слову, площадь выставки займет порядка 25 квадратных метров. Общая тема ярмарки – показать русское народное творчество, традиции, которые зародились много лет назад. А для мастеров – это возможность заработать на реализации своей продукции. Это уникальная возможность позиционировать свой товар, представить большому публике болельщикам футбольных Волгоградского ротора и реализовать какую-то часть своей продукции. Это одна из мер государственной поддержки, которая направлена на расширение рынка сбыта и увеличение промышленного производства. В Волгоградской области формат ярмарочной деятельности наиболее востребован. Эта работа продолжается системно на протяжении последних четырех лет. И подтверждение предпринимателей, что это очень удобные и очень востребованные торговые площадки. Также мастера будут представлять свою продукцию во время матча чемпионата мира по футболу. Выставочные ряды будут располагаться по всей так называемой дороге болельщиков – от Центрального парка культуры и отдыха до площади перед ареной. Сабина Саблина, Анатолий Чернышев, Вести 34.